Эта суббота у многих жителей Черкеска выдалась не выходная, а трудовая. Сменив строгие костюмы на рабочую одежду, вооружившись перчатками и пакетами для мусора, они убирали город. Сотрудникам мэрии, например, досталась территория возле ЗАГСа. Дружным коллективам они очищали ее от пластиковых бутылок, сухих веток и прочего мусора, что иногда забывают делать несознательные люди. Мы спортсмены, поэтому нам не тяжело вставать. Мы с 7 утра уже на ногах. Ну как проходит, видите, народу много пригласили, так сказать. Ну, конечно, хотелось бы, чтобы люди так, честно говоря, не свинячили по-русски сказать. Ну, очень грязно, конечно. Тем более такое место, ЗАГС, красиво все сделали, парк и так далее. Ну, мусора, конечно, очень много. Ну, очень неприятно, если честно, убирать за кем-то. Мы сами, если честно, когда выезжаем на природу или куда-то, никогда такого не делаем. То есть бутылки и так далее. Ну, все понятно, какой мусор. Поэтому очень неприятно. И все-таки, как признались многие, субботник для них как праздник. Это и смена обстановки, и возможность подышать свежим воздухом и пообщаться в неформальной обстановке. Поэтому каждый раз, как в городе проводят генеральную уборку, они с удовольствием принимают в этом участие, потому что хотят жить в чистом городе. Мы даем пример, подаем пример, чтобы люди все-таки на территории, на которой они живут, соблюдали чистоту и порядок. А как вы думаете, достаточно вот один раз в год выходить? Нет, я считаю, что нет. Я считаю, что хотя бы каждый квартал можно делать такие в летнее время и делать такие уборки. Тем более погода прекрасная, и дышим свежим воздухом, и еще и делаем полезное дело. Общегородской субботник объединил большое количество людей. Организаторы подсчитали. В уборке приняло участие больше трех с половиной тысяч человек. Чистоту наводили в различных местах Черкеска. Кто-то очищал от мусора парки, скверы и прилегающие к ним территории, а кто-то берега реки Кубань. Всего за несколько часов было собрано 45 тонн мусора на территории 2,5 гектара. В республике был проведен республиканский субботник. В субботнике приняло около 23 тысяч человек. Поддержали всероссийские акции «Зеленая Россия» и ставшая для нашей республики традиционной акцией «Вода России». Было убрано практически 560 гектаров земли, очищено, в том числе и береговая линия, и территории населенных пунктов, и территории предприятий, вокруг предприятий. Было собрано практически около 550 тонн мусора, достаточно большое количество. На коллективные субботники в нашей республике выходят регулярно. Это уже стало доброй традицией, возрождающейся с советских времен, когда вооружившись граблями, косынками и хорошим настроением, люди шли работать бесплатно на общее благо. Дарья Назарова, Далиль Мирза, Архиз 24.